В эфире «Ноябрь с 24» мы продолжаем свою работу и сейчас расскажем о главных событиях этой среды. Запомнил и записал каждую кочку. Губернатор подвел итоги большой поездки по дорогам и городам Ямала. 36 миллиардов на демонтаж аварии на Ямале ускорят темпы сноса старых домов. Какие планы в Ноябрьске? И предупреждать об опасности будут надписи на тротуарах. Ямальский общественник предложил новый способ борьбы за безопасных пешеходов. Автомобильную дорогу от границы с Югрой до Нового Уренгоя приведут в порядок за 3-4 года. Именно такую задачу ставит губернатор округа. Глава региона завершил свою большую поездку по Ямалу и накануне вечером в Ноябрьске поделился впечатлениями. В общей сложности Дмитрий Артюхов проехал за рулем больше тысячи километров. И лично убедился, насколько сильно основная транспортная артерия региона нуждается в ремонте. Некоторые участки придется перестраивать заново, на некоторых можно обойтись капитальным ремонтом. У меня запротоколирована каждая кучка. У меня в машине стояли камеры, как вы знаете, мы делали специальный фильм, ребята снимали все время. Я теперь знаю каждую кучку. В следующем году, если мне скажут, что ее не было, она образовалась, я отмотаю все эти 1200 километров и скажу, нет уж она была. И мы договорились, что ее исправят. Точная стоимость и план ремонта трассы будет готов к следующему году. Уже сейчас идут проектно-изыскательские работы. Изменения ждут и въездные ворота округа пост ДПС Карамовский. Его преобразят внешне и наполнят содержанием. Там будет организовано круглосуточное дежурство скорой помощи и спасателей. Появится полиция и пункт досмотра для того, чтобы контролировать и пресекать ввоз незаконных предметов и веществ. Также там оборудуют пункт весового контроля крупногабаритного транспорта. Еще есть часть чисто удобства для людей. На новой площадке должны появиться удобные гостиницы, питание, СТО. Это хорошая ниша для предпринимателей ноябрьских. Понятно, что скорее всего они это будут делать. По крайней мере, логично, чтобы они это сделали. Я думаю, мы до следующего строительного сезона это все будем выяснять и проектировать, чтобы была возможность в новое лето уже начать работу. В Ноябрьске за пять лет демонтируют почти две сотни аварийных деревяшек. Под снос 2019 по 2025 год пойдут 172 дома. Общий объем средств, которые в течение пяти лет регион потратит на переселение ямальцев, почти 36 миллиардов рублей. Ранее на встрече с жителями города глава региона Дмитрий Артюков обсуждал возможность ускорить процесс демонтажа уже расселенных домов и пояснил, что пока дом не расселен полностью, его нельзя выставить на аукцион по демонтажу. В этом году в Ноябрьске демонтируют порядка 50 строений. Глава региона сообщил, что работа в этом направлении ведется и власти ищут возможность ускорить процесс. На Ямале не попавшим в майские указы бюджетникам проиндексируют зарплаты. Комиссия по бюджетным проектировкам уже одобрила повышение в размере 3,8% с 1 октября 2020 года. Причем позицию сократить штат сотрудников, чтобы увеличить зарплаты, ямальское правительство даже не рассматривает. Власти округа намерены искать дополнительные возможности, чтобы и зарплаты повысить, и сохранить рабочие места. Житель Ямала выступил с инициативой провести масштабную акцию для пешеходов. О своей идее он написал в социальных группах всех муниципалитетов округа. За нее уже проголосовало более тысячи ямальцев. Суть акции проста – перед пешеходными переходами нанести короткие предупредительные надписи, которые призывают, например, родителей взять ребенка за руку. Инициатор надеется, что акция на Ямале станет по-настоящему всенародной. В ней примут участие и пешеходы-водители. Аналогичная акция пошла в темнике. Я предлагаю такую акцию пройти и на Ямале, во всех городах и поселках, чтобы привлечь внимание детской безопасности. Чтобы смотрели по сторонам, снимали свои научники. Кто-то из велосипедистов связали с велосипедом и как образцовые люди переходили по пешеходным переходам. ГИБДД «Ноябрьска» выразила готовность поддержать акцию. Ведь по статистике только за этот год пешеходы нарушали правила дорожного движения более тысячи раз. О правилах ПДД нередко забывают и велосипедисты «Ноябрьска». На них было составлено 150 протоколов. Как оказать первую помощь и не растеряться во время чрезвычайной ситуации, теперь знают ребята из Венгопуровского. Дети приехали в «Ноябрьск», чтобы познакомиться и послушать полезные советы людей, для которых спасать жизни и ежедневный труд. Екатерина Бруцкая тоже побывала на встрече. Сейчас расскажет. Ранний подъем и почти два часа на автобусе. Такой маршрут проложил навигатор культуры безопасности для 28 детей в Венгопуровского. Первая остановка – пожарная часть. Для Яны Гулых это не просто знакомство с профессией, это возможность больше узнать своего отца. При пожарной сирене он должен одеться за очень короткое время. Также папа, ему трудно на пожарах и постоянно мы с мамой волнуемся. В одной машине 5 тонн воды. Дети смотрят на автомобиль, как на сундук с сюрпризами. Ящиков много и в каждом спецоборудование. Во время экскурсии можно не только посмотреть, но и потрогать. Понравилось больше всего смотреть машины, какие там приборы для тушения пожара. Пожарная часть – как один большой дом. Здесь и кухня, и спортзал, и спальня. Правда, выспаться в ней навряд ли удастся. Сирена – 21 секунда на сборы, и через минуту пожарная машина уже отправится на вызов. Руками, ногами. Пожарным быть сложно, потому что надо делать всякие расписания, вставать рано. Вот тревога, например, может быть, когда ты сладко заснул, а вот тебе надо вставать и одеваться быстро. Быстрая и правильная реакция спасает жизни. В этом часто убеждаются фельдшеры. Простые действия, которые может сделать даже ребенок до приезда скорой, смогут повлиять на ход событий. Как это сделать, начиная от оценки ситуации и звонка в службу, до сердечной реанимации показали детям. Нам не надо вот сюда давить. Вот здесь обычные мышцы. А нам надо на два пальца и вот сюда. Нам надо на само сердце давить. То есть на сам насос. Плата на работа ли? Все правильно, все правильно. От этого зависит жизнь других людей, возможно, и твоих близких. Потому что мало ли что может случиться. Например, человек потеряет сознание или, не дай бог, что-нибудь еще похуже. Хуже может быть во время войны и чрезвычайных ситуаций. Об этом хорошо знают на производствах. Газпром «Нефть-Ноябрьск-Нефтегазе» есть специальный кабинет, где сотрудников учат правильно реагировать на любые ЧП. С ним познакомились и дети. Тебе напрямую показывают, как это важно, рассказывают о конкретных случаях. Дети очень восприимчивы к этому. Они проецируют это на себя и уже никогда не смогут пройти мимо человека, который лежит. Они задумываются, почему он лежит. Возможно, ему нужна помощь. Большая познавательная экскурсия. Социальный проект «Нефтяников». В этом году работа «Навигатор и культурной безопасности» победила на федеральном конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений «Единой России». На реализацию выделили 160 тысяч рублей. Основная идея таких экскурсий – привить основы культуры безопасности и научить, как себя вести в экстремальных ситуациях. Если говорить о общую структуру смертности, то от 24 до 30% детей у нас погибает от травматизма. И, естественно, вопросы формирования культуры безопасности, они актуальны для детей любого возраста. Но, на наш взгляд, показалось особенно полезным для детей, которые живут в малых северных городах. И в том числе в удаленном микрорайоне Вангапуровский. В конце познавательного путешествия детей ждала развлекательная программа. Подобные экскурсии нефтяники будут организовывать до конца года. Следующими их посетят дети из 6-й школы «Ноябрьска». Аналогичный проект стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Екатерина Бруцкая, Наиль Нафиков, «Ноябрьск-24». Ямальская делегация отправилась на фестиваль «Таврида-арт». Он проходит в городе Судак в Крыму. Наш округ будут представлять 25 человек. Всего в фестивале принимают участие 4 тысячи молодых деятелей культуры и искусств. В течение недели они посетят творческие мастерские, послушают лекции и мастер-классы именитых актеров, танцоров, режиссеров и операторов. Ну а главная цель поездки – защита проектов на грантовом конкурсе. Свои идеи для реализации представят 8 ямальцев. Каждый из них сможет выиграть до 3 миллионов рублей. Жители Ноябрьска могут получить консультации специалистов по выбору товаров для школьников. Специально для этого на Ямале заработала горячая линия. В течение двух недель, до 2 сентября включительно, на звонки будут отвечать специалисты Роспотребнадзора. Они расскажут, как правильно выбирать школьную форму и констовары для ребенка, на что уделить внимание при питании и как подготовить школьников к учебе. Получить консультацию можно по телефону 425501. На Ямале начали выдавать разрешение на отстрел уток и куропаток. В регионе стартовал сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. Более 1300 человек уже получили разрешение на добычу пернатых. Заявления принимаются в местных пунктах окружного департамента природно-ресурсного регулирования. Также оформить заявку можно в многофункциональных центрах и на портале госуслуг. Охота на водоплавающую дичь разрешена с 28 августа до 31 декабря на боровую с 17 августа до 29 февраля. В ноябрьске отметят день государственного флага. Российскому триколору 22 августа исполняется 350 лет. Флаг с таким сочетанием цветов впервые был поднят на русском военном корабле «Орел» еще в 17 веке. В современную историю России триколор вновь вернулся 22 августа 1991 года. Тогда синий-красный флаг официально заменил красные полотнища с серпом и молотом. По случаю праздника традиционно в стране проходят торжественные мероприятия. В ноябрьске основные действия развернутся у пешеходного фонтана. Уличная акция, посвященная дню государственного флага, также состоится у интеллект-центра. А кинотеатр «Русь» устроит показ патриотических фильмов. В 11.00 в премьер-зале и в кинозале ДК «Вангапур» будет показан художественный фильм «Герой» с Дмитрием Биланом в главной роли. И дальше пройдут показы сеанса «Солдатик», «Прощаться не будем» и решения о ликвидации, которые будут показаны по льготной цене. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в наших группах в социальных сетях.